Поехали 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 Ну что, здравствуй. Здравствуй. Расскажи о себе. Зовут меня Сережа. Родился я 18 лет назад. Живу в городе Красноярске. Люблю рок-музыку. Ну и не только рок-музыку. Вообще любую хорошую музыку, литературу, фильмы. Ну, фильмы, понятно дело, там, картины какие-то, искусство вообще в целом люблю. Сейчас обучаюсь в педагогическом колледже номер один имени Максима Горького на музыкальном отделении «Учусь на учителя музыки». Кстати, там начинал наш великий земляк Дмитрий Александрович Хуростовский. Чем, конечно, я могу гордиться, потому что это довольно достойное заведение. Действительно, там очень прекрасные учителя. Я рад, что я там, действительно, на своем месте. Хорошо, Сергей. Я вижу, ты привез, подготовился очень много литературы. Различные группы, не только русского рока. Мне очень интересно, поклонникам какой группы «Русского рока» являешься ты больше всего из этих групп? Вот больше всего, чтобы прям вот больше всего. Я даже, честно, не знаю. Я их всех, конечно, всех по-особенному люблю. Но если брать, наверное, от меньшего, кого именно по песням, если знаю, то меньше всех я знаю «Аукцион». Я знаю только, к большому стыду и сожалению, я знаю только одну песню группы «Аукциона» из фильма «Брат 2», «Дорога». Вот это «Я сам себе не бою» на вот это вот шикарное произведение. «Северный флот» будет на втором месте. Я их тоже знаю, но песен поменьше, конечно, но я их тоже люблю, уважаю. Ребята таланты, ребята, они выше из «Кородишута». «Кородишут» — это не хухры-мухры. Вот, как бы «БГ» и «Макаревич» — это, наверное, будет одна из высших точек, потому что на «Макаревиче» я рос, «БГ» — это был моё подростковый период. Как бы как и вот эти замечательные ребята «Брат 2», я их тоже уже довольно много знаю, песнь за последнее время. Вот, наверное, всех вот этих вот победит всех, этих господ победит «Кородишут». Потому что я в году 20-м, когда я их услышал, они мне очень помогли, у меня был очень такой переломный момент в жизни, они мне вот помогли как бы не падать духом, и я такой смотрю, блин, «Огоршок» классный мужик, вот эти все движения, вот такой, понимаешь, да? Вот, и как бы мне стало интересно послушать их всё, и вот как-то вот так вот всё пошло-поехало, и я теперь один из покойников «Кородишут». Хорошо, а тогда как ты объяснишь надпись «Матрикс» на твоей толстовке? «Матрикс» — это тоже одна из моих любимых групп, это была такая замечательная группа, вот, «Агата Кристи», потом «Братья распались». Вот, и Вадим создал там отдельный проект, Вадим Самоилов, к сожалению, который теперь называется «Агата Кристи», хотя это не «Агата Кристи», потому что «Агата Кристи» — это когда и у Самоилов были вместе. Вот, и Греб создал в 2010 году свою группу «Зе Матрикс». Вот, мне посчастливилось побывать там два раза, причём не просто побывать. Я ещё по велению «Чудо» попал и в гримерку, я пообщался со всеми музыкантами, и с Дмитрием Снэйком Хакимовым, шикарный барабанщик, я считаю. Покажи, пожалуйста, больше. Русского рока, вот он, красавец. Вот, Глеб Рудольфович сам, как бы, ну, это «Матр» русского рока. И Валерий Аркадьев, гитарист, замечательный тоже персонаж. И вот я у них заказал вот такую вот прелесть. Ходил на концерт, вот такой вот красоте. Очень круто выглядит, Сергей. И ещё один вопрос есть. Ты уже рассказал, как уже поняли слушатели, что ты ходишь на концерты, часто встречаешься со знаменитостями. Что для тебя таких встречи со знаменитостями, что они для тебя значат? Ну, для меня это значит очень много, потому что это те люди, которые, ну, изменили мою жизнь. Вот в ту сторону, в которую она сейчас идёт. Я благодаря им, наверное, стал тем, кем я являюсь. Конечно, благодаря маме, дедушке, их воспитанию. Вот, благодаря семье, вот, которая показала мне этих людей. Ну, и, конечно, вот эти люди очень сильно повлияли на выбор профессии в будущем, потому что я не знаю, если бы я ни кем из них не увлекался и, не знаю, там, не слушал тех же битлов и тот же аквариум, я не знаю. Я, возможно, бы и не стал учителем музыки, на концерты бы не ходил и здесь бы не сидел сейчас. Вот. Потому что для меня это очень много значит. Это возможность сказать спасибо за их творчество, которое вдохновляет. Вот. Я очень радуюсь, когда у меня получается это сделать. Ну, я думаю, теперь самое время перейти к творчеству. Да. Что-нибудь исполни из того, что ты пока готов исполнить. Давайте. Долго шли, сноем и морозами, все смесли, и остались вольными, жрали снег, с кашей березовой, и росли в родинском окольными. Если плачь, не жалели сали мы, если пир сахарного пряника звон на рейт, черными мозоями рвали нерв. Это будет динамика, но с каждым днем, времена меняются. Купола растеряем золото в своем норе, по миру слоняются колокола, беды и расколоты. Что ж теперь? Ходим круто в окола на своем поле, как подпольщики. Если нам нет этих колокол, значит здесь время колокольчика. Зазвини, сердце под рубашкою, в торопях оброшу одной вороны, ай, выводи! Крыль с присядкою и рванем, на четыре стороны метлотки нет, судор разворованный и давно, все лзы развязаны, а на дожде, все дороги радугой быть в беде. Ну, нынче надо спехали, но если есть колокольчик под рукой, так значит все! Заряжай, поехали! Зазвини, заслестив, заселкаем, пробьет до костей до кончиков. Эй, братва! Чуете печенками, грозных, бля, русских колокольчиков. Музыка. Тихо жуем, мальчики с молитвами век живем, в кучу рыно-быходы спин допьем, сутками и литрами не поем, петь уже от выкрепли, долго ждем, все ходили грязные, оттого сделают похожие, под дождем. Оказались разные, а большинство-то честных, хороших, пусть разбит. Под юж как царь кокол, но мы пришли с черными гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл, локал давали нас первыми ударами, и в груди, и в креоэлектричество, шапки в снег. Не звоните звончикам, рок-н-ролл, словно язычество, я люблю время колокольчиков. Сергей, я задам тебе такой вопрос. Ты представитель поколения миллениума. Как ты думаешь, чем отличается ваше поколение от других поколений? Мое поколение от других? Да. Если брать, ну, если брать хотя бы поколение, ну, например, там, детей из СССР, которые выросли в 70-е, 80-е годы, то оно от нас очень отличается, потому что это были люди очень добрые, люди очень дружные. Как бы сейчас, да, тоже дружба встречается, но вот такая вот, как тогда была, настоящая, честно, не из-за чего-то там, не из-за того, что у тебя есть какая-нибудь игрушка или что-то типа того. Такое сейчас, наверное, редко очень встречается, потому что поменялись очень приоритеты. Раньше, как бы, ты делал все для общества, ну, раньше, думал, здесь, носил, что надо все-таки делать для общества, что-то, потому что ты не просто так вот в этот мир пришел, а чтобы сделать что-то вот достойное, действительно. А сейчас приоритет очень поменялся, и сейчас, по большей части, даже не мое поколение, чуть постарше нас поколения, многие просто сейчас, как у меня моя тетя говорит, поколение потребителей, в том плане, что они боятся только за свою шкуру, что если они что-то и будут делать, то только ради своих интересов, к сожалению. Вот. Ну и мое поколение, ну, не знаю, но интересует, я не могу сказать, что мы ничем не интересуемся, нет, мы всем интересуемся, там, да, вот, там, есть ребята, которые также музыкой интересуются, но, к сожалению, их мало, раньше было больше, которые не интересовались именно хорошей музыкой, а не вот. Ну и простите, как у меня говорит реально, учите по музыкальной литературе, я не могу назвать рэп хорошей музыкой, вообще музыкой. Рэп это да, я уважаю рэп за то, что это как культурное, такое, субкультурное влияние есть, оно достигло своих высот, у меня есть пару композиций любимых из этого, но я не могу сказать, что я большой поклонник этого, я больше вот любил рок-н-ролл, который несет смысл, что это, как говорится, доброе, светлое, ясное. Каким ты путем пришел к музыке? Расскажи. Это было в детстве, мне было лет, года четыре, где-то, да, года четыре это я еще в садике был, мама как-то дала мне диск, симпатичный, там, с альбомами битвов, я не помню, правда, какие там альбомы, еще вот я слушал, в детстве, ну, не запоминал с альбомами, еще английского, потому что не знал, если бы я слушал сейчас, я бы сказал, что я слушал. Вот, послушал, послушал, мне понравилось, я как-то, мама мне купила игрушечную гитару, такая маленькая гитара была, причем реально там струны были, все, настраивалось она, вот, и я говорю, я хочу играть, я буду играть, как Джон Леннон, вот. потом был период, когда я был уже постарше, мне было лет шесть, наверное, где-то, ну, или пять, шесть, шесть, семь, точно не помню, мама мне дала свой кассетный плеер, с кассетой машина времени, и после этого я начал слушать машину времени, я ходил, я слушал везде поворот, вот, а потом в году 18 там вышел фильм «Лето», я, меня заинтересовал там фильм про Цоя, типа, Цоя такой, Цоя, классная, может, у нас учительница музыки меня с ним вообще познакомила, играла песни его, вот, как и с Бутусом, кстати, но это, забыв к нему пришла тоже позже, вот, вышел фильм про Цоя, я посмотрел «Тревер», и что самое интересное, меня заинтересовал там бой по большей части не Цоя, я пошел туда на фильм ради Майка Науменко, я посмотрел фильм «Лето», и я заболел этой музыкой, а потом посмотрел «Игу», и фильм «Асса», и начал слушать «БГ» с «Аквариумом», потом в моей жизни был фильм «Брат», «Брат 2», вот, то есть, и там уже весь этот саундтрек Балабанова у меня тоже перекачало в телефон, я помню, даже было дело, я ездил в больницу, у меня просто на повторе стояли вот эти вот мои собранные плейлисты по очереди, вот как-то звучат песни «Наутилуса» и фильмы, и я вот так же ездил, представляю, что Данила так вот скажу, там класс, все, вот, а потом стали появляться уже «Агата Кристи», «Король Ишут», «Северный Флот», вот оно как-то поочередно так появилось. Что для тебя музыка, расскажи? Для меня музыка? Знаешь, это сложный вопрос, наверное, спутница по жизни, потому что я, когда из дома выхожу, я не могу без музыки, у меня всегда должны быть наушники, потому что я ЕСу, куда еду, гуляю, я всегда надеваю наушники, включаю какой-нибудь трек, вот, потому что я не могу без музыки выжить, все, видимо, это как-то передалось сегодня, к сожалению, наушники дома забыл, сегодня день неудачный особо, в плане того, что я наушники забыл, а так я реально, наверное, не могу без музыки, музыка это то, что поддерживает, может поднять настроение, помогает какой-то момент тяжелый пережить, ну, действительно, спутница по жизни, чуть ли не близкий человек, скажем так. А считаешь ли ты, что качественная музыка уходит в прошлое? Ну, как бы это было нескорбно, но, скорее всего, да, потому что сейчас качественная музыка, она как бы есть, она просачивается, те же, ну, взять те же B2, B2 всегда шикарный, чистый звук, и качественная музыка, там, те же Северный флот, это все, вот, если говорить это по факту, они вроде молодые ребята, как бы, ну, по 50, по 40, но по факту, это уже тоже старички такие, это уже классика русского урока, можно сказать, действительно, тоже уже легенда, и вот, сейчас, к сожалению, на первый план выходит, там, как грубо говоря, такой, пердежный звук, что музыка просто, ни слов, ничего, просто, и все качаются, все построено на одной и той же, грубо говоря, на одном и том же бите, вроде, это называется, ну, у кого-то это сделано, может, и качественно, а у других, там, вообще нет, то есть, действительно, сейчас музыка куда-то ушла, больше в деньги, больше в коммерцию, чем в качестве, то есть, я буду лучше выпускать треки каждый день, баклёпу вот это вот, чем буду стараться, там, качественно делать, да, это будет более затратно, да, это менее прибыльно, но зато меня будут уважать, это никому сейчас, к сожалению, не надо, и мы имеем то, что имеем. Хотел ли бы ты видеть подобие ленинградского рок-клуба в Красноярске? Да, но я его даже, я знаю, где его можно найти, как бы, вот, это не реклама, есть такой купор Миташ, его держит Андрей Сковородник, по-моему, как бы кто к нему не относился, многие к нему так по-разному относятся, кто-то говорит, что место хорошее, кто-то говорит, что так себе, на самом деле, для меня место хорошее, Андрей, как бы, сам по себе интересный человек, потому что на нем, реально сейчас держится вся рок-тусовка в Красноярске, ну, грубо говоря, так, то есть он создал то место, где все могут собираться, молодые группы могут играть и как бы развивать свое творчество, и у них есть возможность выступать, пиариться, там все. Проблема в том, что это, как бы, не таких масштабов, как в целом место, потому что там были группы, вот тоже есть очень сильные довольно коллективы, но вот там вот, они были, во-первых, первопроходцами, во-вторых, там состроилось на людях, взять того же Гребенчакова, таких Гребенчаковых, ни в каком, ни у нас, нигде больше нет, это как Петр Николаевич Момонов, Царство Небесное, тоже был уникальным человеком, как Михаил Горшинюк тоже. Вот, то есть все они уникальные, по-своему, как бы, как бы не хотелось, рок-клуб, мы все равно, что бы вот прям вот такой вот, как Ленинградский, наверное, у нас никогда больше не будет, к сожалению, но я надеюсь, что все-таки молодые люди бросят рэп и начнут заниматься рок-клуб. Кстати, мы сейчас находимся, я напомню, в Краевой молодежной библиотеке Красноярской, здесь планируется концерт предрождественский, 23 декабря он будет, небольшая реклама, всем желающим можно приехать и выступить, мы с Сергеем тоже планируем это сделать. Мы там будем, приходите, посмотрите на живье. Круто, будет качественно новый звук, будет звукорежиссер с филармонии. И вопрос такой, веришь ли ты в то, что подобные объединения музыкантов, бесплатные, в библиотеках, в каких-то культурных заведениях, они способны вывести молодежь на подобие клуба? Ну, как сказать, наверное, да. То есть, здесь же тоже игрок опыта по большей части была одна большая семья, одно большое объединение. Если здесь создать такие условия, что как бы все сдружатся, прям компанейски станут, это, то все возможно. Хочу тебе задать такой интересный вопрос. Как ты считаешь, поклонение рок-идолам, это хорошо или плохо? Ну, если брать с точки зрения Библии, не сотворить себе кумира, вроде как-то так говорил, что типа, это очень плохо. Вот, а если ты именно не брать поклонение как именно почитательство, что ты как бы уважаешь этого музыканта, ты его слушаешь, но при этом ты его не пародируешь и остаешься все-таки самим собой. А если ты прям вот там, не знаю, прям одеваешься как он, цитируешь его полностью, то, во-первых, ты теряешь свою личность, во-вторых, это выглядит очень смешно, потому что, ну, как бы в этом нет смысла, он один такой, ты его не повторишь. И как бы такие люди раздражают артистов. Кого ты считаешь настоящим поэтом русского рока? Настоящим поэтом? Ну, вот это вот уже вопрос большой, потому что там достойных текстов было много. Если назвать, ну, например, Человека Три, это однозначно Илья Кормильцев, весь Сердовский руку, и по большей части все тексты группы научилась помпизовость. Так, ну, Андрей Князев, ну, это больше не поэт, хотя нет, он тоже поэт с горшком вместе, Дэми тоже они писали. Мне очень нравятся тексты Король и Шут, то есть там это вообще замечательно. Саша Большевачев, это вот, ну, этот человек действительно писал так, как не пишет никто. Борис Борис Борисович Гребенчаков, тоже замечательный мужик, потому что, ну, у него тоже есть замечательные тексты. Макаревич тот же, как бы, есть достойные вещи. Я не могу назвать именно кого-то точно большим поэтом, вот, но я знаю, что точно если брать именно вообще из всех и всех них, то, наверное, скорее всего, это будет Башвачок. Потому что Саша писал такие вещи, которые берут за душу до сих пор и до мурашек. Хотя я говорю, что это лично мое мнение, потому что, типа, я уважаю всех рок-музыкантов и у Юрия Ивановича Шеревчука есть замечательный текст и у того же Цоя. Хотя Цоя не считался поэтом. У Майка Васильевича на Уминке тоже есть там песни замечательные. Ну, как бы, у всех у них есть, но, наверное, вот именно по такой текстовым смысловым грузкам это будет дошла. Песня, которого ты исполнил сегодня? Да, сегодня я исполнил время колокольчиков. Как ты думаешь, когда-нибудь наступит снова время колокольчиков? Когда-нибудь, да. Лучшее время. Как ты считаешь, кто он, герой нашего времени? Данила Багров для 90-х был герой, какими качественно обладает герой 2020-х годов? Интересный вопрос. С момента фильма «Брат», с примера первого фильма «Брат» прошел 25 лет. И до сих пор в российском кинематографе, к сожалению, не появилось никого круче, чем Данила Багров. Я могу сказать, что даже спустя 25 лет Багров все равно остается героем нашего времени. Его образ никогда не умрет. Пока в России будет несправедливость, пока мир не будет жить нормальным данилом. героем актуальным до сих пор. То, что даже в повторном прокате фильм «Брат» собрал первичную кассу, хотя многие говорили, что да вот, кто на «Брата» пойдет, зачем в кино. То, фильмы «Балабанова» до сих пор актуальны, к сожалению, и сейчас они актуальны, как никогда, потому что там, да, это было жестоко, да, это было все, но там главная мысль есть, что, типа, надо помогать людям, особенно родным. И напоследок, Сергей, что бы ты пожелал зрителям канала? Желаю всем самого наикрепчайшего здоровья, слушайте хорошую музыку, слушайте аквариум, кино, Алису, ДВТ, слушайте ленинградский рок-клуб, да не только ленинградский, зарубежный рок слушайте, классическую музыку, то есть слушайте музыку, которая заставляет вас думать, и тогда у вас будет большой мыслительный процесс, и вас будет трудно обмануть. Вот, то есть, и, конечно, здоровья, всем здоровья, счастья, ну, и удачи, это самое главное сейчас в наше время, удачи, здоровья и пока получше, и чтобы все родные и близкие были. Всем спасибо. Спасибо тебе за участие в выпуске. Вам спасибо. Удачи тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Я хлебные крошки, еще на земле ты пинаешь меня, но и тоскуешь по мне тоже ты. Я грязен, я боль, моя шея тонка, свернуть эту шею, не дрогнет рука у тебя. Я самый плохой, я хуже тебя, я самая ненужная, я гадость, я дрянь, но и... я серый голод, я серый голод, я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, но зато... я умею летать...